Пятый век Александрия Красивая молодая девушка Все парни за ней В ряд Но с этими ребятами Она пришла в Иерусалим И когда она зашли в храм Какая-то сила ее не пустила Это поразило Первой красавице Александрии При которой все двери открывались И сердца И она не могла войти И это я в сторону Вдруг перед ней прошла вся жизнь Молодая Короткая И такая бурная Столько грязи Столько мусора Столько разврата Сколько разбившая сердец Сколько горя она принесла Это все при ней Такой Она увидела себя в такой Бездне И вдруг перед ней Икона Божьей Матери Начала молиться Что Божья Матерь Помоги Она вошла в храм И причастилась И выйдя с храма Она уже не вернулась опять На свою кафедру Александрийскую В кавычках Пошла за Иорданскую пустыню И все про нее и забыли Потому что прошло много лет Прошло 47 лет подвигов Которых знает только сам Бог В то время Был такой обычай Перед Великим постом Тоже Чин прощения Вечерняя служба Чин прощения Моначи друг у друга Просили прощения И каждый уходил На подвиги в пустыню Отдельно Несли свои Подвиги Которые знали Они и Бог И потом на Страстной Они приходили в монастырь И рассказывали Своему духовнику Что у них вот Получилось С духовной жизнью И вот среди этих вот Монахов Был старец Зосима Он тоже пошел В Иорданскую пустыню На подвиги В очередной раз И вдруг случилось то Что он не мог предвидеть Через Иордан И она рассказала И она рассказала Чтобы быстрее Жить И Сосима в эту яму Из-за этих вот Из-за этих вот Древних преданий Из-за такого дна Человеческой жизни И подняться На такую высоту Что вчера Когда шла служба Вечером В стихиях было Читалось Что ангелы Были потрясены И восхищены Ее подвигом То есть Самый глубин По высокую высоту Чему поразился Старец Зосима Конечно Обычно Все говорят Шла по воде Да не в этом дело Вы помните Как в Ветхом Завете С чего начался грех Когда Адам Пал Что первый Сказал Бог Адам Где ты Что Бог не знал Бог хотел Докричаться До его сердца До его сознания До всего существа На такой мере Падения Бездны Ты остановился Где ты В этом мраке В этом аду В этой погибели Эти слова Очевидно Обречены были И к Марии Если Адам Пал То она Вышла И она Повторила Апостола Петра Который шел По воде Ко Христу Вот и она Шла По Иордану Не по воде А по Христу Это поразило Старца Зосима Но и это Еще не это Его поразило До конца Что же Поразило До конца Этого пожилого Убеленной Сединой Духоносного Старца На старости лет Преклонных годах Вот эта женщина Он поразился Ее свободе Она вышла За все рамки Не только Земных Законов Но самое главное Что ей удалось Вырваться Из плена Страстей Пороков Подняться Над этой Бездной Это же Как это было Молиться Как нести Подвиги Как кричать До Бога Жизнь свою Пожертву Посвятить И церковь Это поразило Подвиг Простой Женщины Это поразило И старца Зосима Свободе Так вот Ответ Почему Современное Поколение И вообще Этот мир Сводит На Марию Египетскую Как на фольклор Потому что Наш мир В основном Живет в городах В сытости В достатке Скажите Кто имеет Такое Чрево Кто имеет Власть Кто покрыт Пурпуром Амафором Кто в сытости В достатке Кто В благополучии Кто на мягком Диване Может ли Это Постить Потому что Этот мир Крепто Как В плену Как Кандала Держит Каждого Человека Реально В этом мире Каждого Искушает Дьявол Реально В этом мире Каждого Собознает Этот мир Преосвященная Немощь Как-то раз Навсегда Запомнил Спешил на суд Взял машину Еду Полуночарского Что побыстрее Такое Действительно Мне Собеседник Попался Зачем Обозрастный Человек Солидно Выглядит Приятно Видно Образованный И с ним Начали Беседовать Разговаривать И он Говорит Вы священник Говорит Да Я это почувствовал И что-то У нас Тема Пришла На конец Мира Ну Я говорю Вот Святые Отцы Говорят Христос Сказал В Библии Написано Но я вижу По нему Что он Не Такой Не Шибко Церковный Человек Образованный Богословский И он Говорит Да Этот мир Погибнет Мне было Интересно А почему Вы так Думаете И он Сказал Слова Которые Мне Вот В голове Как встали Этот Мир Обречен Потому Что Он Никогда Не Откажется От Той Цивилизации Которую Он Достит И Она Его Погубит Эта Цивилизация Я так Подумал Думаю Мудро Сказано Действительно Так Какая Мария Египетская Какие Подвиги Какие Посты Посмотрите Что К нам Давят Просто Давят 24 часа Все каналы Ешьте Пейте Покупайте Унитазы Штаны Одевайте Власть Для себя Живите Ты Скажите А что Дьявол Не то Говорил Адаму Во Главе Кого Ставит Жизнь Нашей Тебя Не Бога Вот Если мир Не воспринимает Христа Не воспринимает Церковь Не воспринимает Верующих Людей Этот мир Живет Не по Духу Евангелия Не по Духу Любви А по Стихи И разврату Этого мира Сам Дьявол Пишет Конституцию Этого мира И все Довольны А почему Б и нет Главное Есть Пить И еще Ответ На сегодняшний Стою говорю Отвечает Стение Сегодняшнего Евангелия Приближала Четвертая Пасха Во время Общественного Служения Земной Жизни Христа И Она Дед С учениками И конечно У них Сердца Гнетет Ихняя Им Неизвестность Какой Трагизм Какой Непонятно Плохое Предчувствие И Тогда Христос Им Говорит Это Потрясающее Место Евангелия Вот Я Иду В Иерусалим Меня Схватит Меня Будут Судить Меня Будут Плевать Меня Будут Бить Меня Раскрут И Я Увру Но Я Воскресну Третий День Казал Христос Открыл Тайну Своей Земной Жизни И Казал При Этой Слов Христа Все должно Отойти На второй План И И Ж Говорят Братья Завидеевы И И И И И И И И Господи А Может Мы В твоем Царстве Будем По правой Или По левую Сторону Сделай Нас Такими Посмотрел За Них Он Говорит О Небесном О Неземном Вот Тут Нам Дай Власть Пока Никто Не Слышен Мы Были Первыми Вот В этих Словах Идея Этого Мира Ешь Пей Веселись Все Хватай И будь Посмотрите Как мир Дрожит Кстати Мир Есть В этом Мир Он Кипит Это Война Адская Это Первородный Грек В головах Каждого Человека Конечно Христа Не Воспринимают Это Апокалипси Не надо Его вычислять И Высматривать Он Сердце Каждого Человека Ад Или Рай Все От тебя Что ты Выберешь Ну и Поэтому Антоний Великий Был Очень Мудрым Святым Человеком Он Жил В четвертом Веке Ему Лежат Удивительные Слова В этом Мире Постоянно Бог С дьявом Борется За Души Человека За Души Человека И Поле Битвы Его Сердце Вот Откуда Идет Весь Ужас И Весь Ад Это Который Конечно Причем Смотри Эгипетская Вот Сейчас Давай Такие же Когда думают Что они Никакие Никакие Как мы С вами Они Его Распяли Ждали Его смерти Лакатил Кров Не Надо Нам Еще Умирать Еще Он Обещал За Это Какое Здесь Давай Власть Бизнес Деньги Вот Мы А Христос Даже Свой Иудейский Народ Он Когда Пришел Они Сорок Лет Были Под Римским Игом Он Никого Не Освободил Они Были Рабами Рабами Остались Ничего Не Сделал Ни В чем Не Проявил Ни Одной Буквы Не Написал Он Пришел Исцелить Больную Природу Человека И Старый Должел Умереть Но Воскрес Новое Каждое Каждое Апокалипсис И Будет Новое Небо И Новая Земля И Новый Человек Тот Человек Христос Показал Который Будет Сеять Во славе Как На горе Фавор Ангелы Писал Будет Судить Человек Будет Судить Дела Ангелов Но Чтобы Чтобы Этого Достичь Надо Уметь Вырваться Из Плена Этого Мира Из Оков Из Привязанностей Обычай Обряды Сейчас Сейчас Даже Саму Религию Родили Знаете Так Это Такой Народный Фольклор Крещение Надо В прорубь Башкой Люди Тонут Главное Обмыться Последним Негодяем Что Прыгнул В прорубь Скоро Пасха Задим Будут Яйца Средняя Свеча Все Лукаво Сделано Все А Ради Чего Страдали Мучились Подвижники Ради Чего Сто Лет В 20 Веке Русь Кровью Была Залито Взрывали Храмы Семья С детьми На 1941 Год Жил Было Всего Три Архиерея Живых Ради Чего Чтобы В проруби Купаться Вот Поэтому Церковь Из года В год Показывает Пример Простой Женщины Никакого Образования Никаких Духовников Ушла До конца И Обрала Такую Свободу Что Вести Ефира Пишется Ангелы Ей Восхищались Засима Упал Прид ней Как Можно Вырваться Из этого Вот Ей Удалось Это Пример Это Пример Для каждого Для каждого Из нас И Наверное Неуместно Вспомнить Слова Апостола Павла Все Мне Дозволено Но Ничто Не Должно Мною Обладать На первом Страшнее Вся 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 Онкологии Духовная Онкология И Духовная Пандемия В башках У людей Вот Что Интересно Как Быть И Можно Я Еще раз Вспомню То Что Проходит Через Всю Мою Жизнь Видение Последнего Батюшка Отца Кронштадтского Он Очень Переживал Что Быть С Россией Что Быть С Этим Миром Он Привил Этот Ужас Грядущий Вот Он Смотрит Мрак Ночь Буйрак Какой-то Никого Нет Господи Тишина Он Как Страшно Говорит И Укро Место И Старец Как Эта Речушка Оставит Смотри Свою Речушку Он Так Смотрит Головы Так Это Люди Так Народ Плывет Народ Плывет Вот Куда же Небось А там Пропасть Мрак Дна Нет И Они Все Туда Ужас Крик Но Тогда Когда Они Уже Упали Отец Сан Отскочил Господи Как Страшно Так Это Люди Остались Люди Так Они В пропасть Да Так Они Погибли Да А Их Можно Спас Нет Почему Они Идут Сами Вот Что Так Свобода Как Говорил Отец Вермей Салагар Величественный Царский Но И Страшный Можно Достичь Такое Богоподобие Как Мария Египетская Так Разбить Свою Жизнь Дойти 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 Гоголь Писал Такой Мертвой Души Все Утратить Ничего Человеческого Порой Так Посмотришь Это Не Суждая А Душа Разрывается И Подобия Нет Человеческого И Когда Человек Моет Голову Шампунью И Одевает Последние Модные Штаны И Бреет Голову Как Час Мир Побрился Это Еще Не Зачем Что Ты Человек Человек Тогда Когда Ты И Человеческое Сердце Сердце Живое Состражательное Милующее Доброе Отзывчивое Сердце Наполненное Оно Может Оживиться Только Божественно Благодарить Любовь Бога Любовь Человеческая Наверное Поэтому Господь Сказал Что Главное В этой Жизни Любовь Та Любовь Которая На Крест Способна Пойти Человек Ради Другого Человека Наверное Поэтому Смотришь Так Мир Сейчас Так Задыхается От Чего От Пороков От Грязи От От Что Ни Кислорода Любви Нет Нет Евангелия Это Благой Вести Обряды Обычаи Борода Юбки Духовники А Личность Что Так Посмотреть На Человека Он Верующий Он Христианин Потому Что В Его Сердце Христос Не По Внешней Оболочке Которая Умирает И в Гроб Ложится А Жизнь Твоя Твое Слово Твое Каждое Дыхание В этом мире Житейском Ты Не Тонешь А Идешь Но Тогда Ты Не Утонешь Когда Во Враке Этой Жизни Сквозь Невость Сквозь Слабость Сквозь Обиды Предательства Ложь Ты Видишь На Вризонте Своей Жизни Жил Бога Христа Только Так Можно Обрести Уже Здесь Сейчас В этом мире Царство Небесное Аминь Я Совершенно Расправляю С Великим Постом Который Вот Заканчивается И В конце Великого Поста Церковь Нам Рассказывает О Плоде Плод Какой Можно Принести В лице Марии Египетской Дальше Глядет Вербная Лазарь Суббота Вербная Когда Народ Когда Христос Вух Лазаря И Все Смерть Победил То Что Было Ужасом И Вот Это Есть Мессия А Сам На Вышних Благословно Гритвиме Господне И Что В тот момент Дел Христос Он Рыдал О Чем Каждый Пусть Подумает По-своему В Встрече Воскресенье Бог Даст Встретимся Будьте Бог Хранимы Все Кто Причал С Это Счастье И Желаю Душевного Спасения Духовной Мудрости Телес Здравия Будьте Мудры Каждый День Кует Нашу Жизнь Для Вечности Не Будем Спать Духовно Чтобы Дьявол Не Уровал Нас Самое Дорогое Нашу Душу Спасибо Большое Простите Меня День День Простите Продолжение следует...